москва иркутск 20 серия есть новости но о них чуть позже новости из датакама и информация от путника а также почитаю остальные поступившие сообщения сейчас немного информации о тех городах которые проехали и будем проезжать с левой стороны остался город саянск так информация о городе это самый молодой город иркутской области и всей восточной сибири основан в апреле 70 года является город городом областного уровня имеет статус городского округа занимает площадь 82 82 квадратных километра расположен расположение саянска примерно посредине между байкалом и западной границей области население население с момента своего основания 70 году и до середины 90-х годов саянск выделялся среди других городов иркутской области очень высокой положительной демографической динамикой которая начала вначале поддерживалась притоком населения из других районов строит страны на строительство в районе зимы крупного химического комплекса и нового города саянск это светлый солнечный полностью благоустроенный город он радует чистотой улиц компактностью микрорайоном уютом уютом дворов гостеприимством жителей саянск чистый город здесь четко работают коммунальные службы нет типичных для других малых городов в области угольных котельных жители квартала жилые квартала саянска удалены от промышленной площадки на 12 километров черты города черты городской застройки нет ни одного промышленного предприятия воздух здесь прозрачен и душист саянск очень тихий город расположен он в стороне от шумной автострады и железнодорожной магистрали здесь нет суеты присущей большим городам городам тупиковое расположение отсеивает от саянска массу проезжающих и сохраняет его тишину несмотря на кажущуюся провинциальность и оторву святоственного мира саянск это город современной архитектуры широких улиц проспектов и площадей он проектировался и строился с перспективой роста численности населения до 150 человек в глубине соснового бора в тишине и вдали от суеты находится очень красивый благовещенский православный храм он построен полностью из дерева и является архитектурной достопримечательностью саянска подобно всемирно известному храму в кижах его стенах родилась театральная студия известная своим уникальным известная своими уникальными постановками не только саянске но и в областном центре люди саянске живут комфортно размеренно в гармонии с природой саянск чем-то похож на кровный город поистине это райский волок с правой стороны только что проехали город зима это город в иркутской области административный центр зиминского района крупная станция восточно-сибирской железной дороги основан город зима в 1743 году статус города с 17 года население 34 и одна десятая тысяч человек площадь 52 и 85 сотых квадратных километра первое упоминание о городе зима содержится в материалах центрального государственного архива древних актов и ревизских сказках середины 18 века в августе 1743 года иркутская провинциальная канцелярия дала распоряжение о создании станции на большой московской дороге по этой дороге в середине восемнадцатого века гнали заключенных свое название зима получила от бурят они назвали это место зимы что переводе означает вина проступок операторы обеспечивающие связь почта россии иркутская энергосвязь ростелеком мегафон мтс в импелком компания транс телеком байкал инвест ком байкал транс телеком и еще что-то там такое было что еще можно сказать ну городов вдоль трассы достаточно много к сожалению видео ускорено и поэтому рассказать даже кратко них не представляется возможным поэтому то что от него могу максимально выцарапать самое главное в зиме 8 образовательных школ лицея вечерняя средняя школа начальное профессиональное училище занимается подготовкой кадров для железной дороги вспомогательная коррекционная школа детская и юношеская спортивная школа учебно производственный комбинат 9 детских дошкольных учреждений дом детского и юношеского творчества два подростковых клуба ровесник и романтик летний оздоровительный лагерь называется Тихоокеанис находящийся на территории Зиминского района в 15 километрах от границ города в зиме появился огромный появился современный зал бокса он размещен в микрорайоне номер два Зиминская городская больница расположена в районе поселка Старая Зима но еще много информации вы можете посмотреть в картипедии проезжаем поселок городского типа Тырик работа по строительству поселка городского типа начались в 1969 году проект предусматривал наличие двух стволов шахты главного и вспомогательного в 1982 году закончилось строительство вспомогательного ствола глубиной 565 метров а к 1985 году 621 метр была уже шахта добывают полмиллиона тонн соли в год по заключению по заключению по заключению экспертов отличается высоким качеством которое не требует последующей химической обработки однако терецкая соль уникальна еще и тем что ее можно использовать в лечебных целях некоторые курорты приобретают ее для оборудования помещений для лечения болезней верхних дыхательных путей осенью 2010 года терецкий соли рудник был продан с аукциона компании которая по некоторым оценкам аффилирована сыном генпрокурора России Артемом Чайкой в процессе в прессе появилось сообщение о странном характере прошедшего аукциона дальнейшее развитие эта публикация не получила это я читаю в оркипедии так ну вот в основном по моему вся информация такая сжатая у поселка городского типа Тверич почитаю поступившее сообщение путник объявился наконец-то пишет в Ачинске все так же дымится когда по объездной проезжал то ветер дул на край города где объездная неприятное было ощущение людей просто жалко очень да это беда это беда Ачинск это горе это беда далее путник пишет двигаюсь все ближе и ближе к цели уже между Уфой и Самарой остановился на отдых далее путник пишет очень много ремонта с реверсом везде сегодня к примеру по Духой стояли 50 минут только на одном реверсе между Новосибом и Омском очень много ремонта все с тем же реверсом и все они в Новосибирской области между Ишимом и Тюменьи идут тоже работы вот перед самим Ишимом со стороны Омска большой кусок трассы в ремонте час ушел в ожидании и на проезд места работ на Урале похолодало от Буряки до Челябинска было ясно думал проеду Урал в отличную погоду а не тот то было холодно и дождь был и путник прислал ссылку можете посмотреть мне например понравилась ссылка которую разместил путник 81 в комментариях так так это информация так макс не был написал нравится мне ваши поездки на восток благодарю за жеврая слова значит новость какая новость от дата кам несколько дней назад был дата кам менял видеорегистратор там были проблемы сказали с картами со спутником мне уже откровенно говоря даже неудобно перед ребятами появляться вот но предложили на выбор вынесли 10 новых упакованных видеорегистраторов я выбрал один посмотрим как он себя поведет потому что предстоит поездка но самое интересное то что я держал в руках новый дата кам у 8 это комплект из двух видеокамер основная в самом видеорегистраторе вторая выносная чем отличается потрясающе мне понравилось это наличие радар-детектора радар-детектор и внешняя антенна я думаю это будет очень очень полезная и нужная штука для тех кто отправляется в дальние поездки обещали что в начале октября начнется продажа ну я говорю я уже подержал в руках так что одним из первых надеюсь такой видеорегистратор приобрести стоимость его около 20 тысяч может быть чуть больше те же самые видео характеристики что дата кам 6 макс ну вот добавка вторая камера и радар-детектор ну плюс выносная антенна будем ждать будем ждать будем ждать будем с правой стороны поселок городского типа за лари основан в 1704 году первое упоминание в 1734 население 9598 человек на 2011 год история поселка начало берет в 18 веке на аварийские земли продвигаясь с севера по рекам оке притоку ангары танге притоку оке и с юга от иркутска приходят казаки крестьяне и люди занимающиеся промыслом пушного зверя в 1704 году предположительная дата в 1704 году предположительная дата основания поселения золари в 1734 году первое упоминание о золари в это время здесь сгорела первая приходская церковь получает статус села во второй половине 18 века ведется строительство московского тракта в этот период село золари становится полуэтапом азолариевская власть местом для подворения цельных как политических так и уголовных в 1991 году визит цесаревича Николая в будущем царь Николай во второй в девяносто седьмом году строительство транссибирской магистрали появление железнодорожной станции в 1904 открытие двухклассного министерского училища в двадцатом году установление советской власти в двадцать пятом году образован золаринский район в его составе 23 сельсовета и 280 сельских пунктов в 57 году райцентру золари присвоен статус поселка городского типа 18 июня 2004 года празднование трехсотлетия поселка легенда происхождения названия золари легенды происхождения названия две наиболее вероятной версией является объяснение географического положения села селение находящееся по дороге от за аларию сухое безлесное пространство ищики определили для себя это поселение как возникшие за аларию по другой легенде хранилище для зерна которое построили казаки по пути к месту возникновения будущего поселка в конце 19 века село значительно выросло сюда из Иркутской и европейской части России прибыли купцы наиболее известные три брата Курсановых Василий Гавриил Гавриил и Иннокентий поставляли сельхозпродукцию в Иркутск Более подробно значит можно прочитать в Иркопедии имеется гостиница Фортуна сотки а 700 рублей с человека номера двухместные сауна ну и так далее так по ходу движения Котулик административный центр Алардского района один из старейших населенных пунктов Приангария население 4,9 тысяч человек по переписи десятого года Папа где пускай мама хочет в аэропорт в Бали Мама в аэропорт в Бали в поселке расположено предприятие Агропром Энерго Аларск Агропром СНАП государственное унитарно-дорожное эксплуатационное предприятие филиал ООО дорожная строительная компания 156 Молокоприемное предприятие на базе бывшего мостозавода Система образования района представлена учреждениями дошкольного среднего образования Дополнительное образование представлено тремя учреждениями дополнительного образования РДДТ ДСША МУК и КОТУЛИК Профессиональное образование сельскохозяйственного профиля преподается ГУ профучилище 49 образованное в 34 году ДСША Это что касается Ну тут информация больше Я читать не буду кому это будет более интересно или пожелает более подробно ознакомиться назначить на сайте erkipedia.ru там очень подробно об этом рассказывают Много еще небольших поселений, естественно, при таком ускорении в три раза рассказать обо всех просто невозможно. Слева и справа есть островки леса, лесопосадок или лес. Горная. По карте можете посмотреть. С правой стороны проходит железная дорога. Невозможно обо всех рассказать, когда ускорение в три раза. Населенных пунктов достаточно много, так что ограничусь тем, что я уже рассказал. Тут заехали котулик. Вот можете посмотреть, что он из себя представляет. Заехали в город не по асфальтированной дороге, а по дороге регионального значения. Грунтовая. Это вот такая картинка. Спасибо. 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 Что это такое. Спасибо. Спасибо. Постараюсь. Снова просох. Населенный пункт достаточно большой, это просто окраина немного, в основном преобладают одноэтажные дома. Ну вот, на магистрали. И двигаемся в сторону, сейчас не могу сказать точно по всей вероятности, в сторону Усолье-Сибирское. Я там останавливался несколько раз. Ну, скажем так, во-первых, он знаменит своими лечебницами. Там соляные пещеры для тех, у кого проблемы с дыхательными путями. Ну и для туристов может представлять интерес. Место вполне приличное, очень красивое. И если кто ставит перед собой цель проехать на восток, то вот Усолье-Сибирское можно там остановиться на... Остановиться, ознакомиться с городом, по магазинам походить, по достопримечательностям. Обычный, средний город, я бы сказал так. По ходу движения поселок городского типа Забитой, железнодорожная станция, центр муниципального образования. Численность населения 2200 человек в 2007 году. Название поселка Забитой происходит от бурятского словосочетания Заби-Табя. Забитой. То есть сделал остановку привала. Сел, заложив ноги от себя. Вот так примерно. Название отражен. Кочевой быт в ряд. Во время перекочевки в средственное место кочевники выбирали место, где лучше Заби-Табиха. То есть сделать остановку. Как населенный пункт Забитой начинает свое летоисчисление со строительства железной дороги в конце 19 века. Еще в царское время здесь располагались шахты. Рабочие добывали уголь в небольшом количестве и возили его в лошадях. В 1905 году от станции до копей была проложена автокалейка, по которой уголь стали привозить в вагонах. Сейчас от нее осталась только старая насыпь. В советское время открылась Забитойская шахта. В годы Великой Отечественной войны воины-шахтеры были освобождены от воинской обязанности с тем, чтобы добывать орган для нужд фронта. Шахта была градообразующим предприятием и в Забитую в лучшие времена проживало 5000 человек. В 1978 году шахту закрыли. В Забитой были организованы совхоз, комбинат по пошиву одеял и матрасов. Работала строительная организация, которая занималась возведением объектов сельского назначения. В годы перестройки совхоз разделился на три хозяйства. В поселке Забитой есть средняя школа, дом культуры, детский сад и детский приют на 45 человек. В 90-е годы на базе бывшего совхоза Забитойский возникли три сельхозпредприятия. Аладский МТС, ООО «Нарень» и КФК «Криворучка». В настоящее время ведется строительство храма. Вот такая вот краткая информация о поселке городского типа Забитой. По ходу движения деревня, деревня Малиновка, Черемховский район Иркутской области. Население 4924 человек, из которых 237 мужчин и 255 женщин. Почему 4900? Так что, ну ладно, это уж на совести автора. Так, улицы 10 улиц, имеется одно отделение связи Почта России. Интернет организовал ЗАО «Байкал Вестком» и ЗАО «Компания Транстелеком». Мобильная связь ЗАО «Байкал Вестком» и ООО «Мегафон». Это вот что касается деревни Малиновка. Далее по ходу. Населенный пункт Шаманаева. В оркипедии о Шаманаево пишут. Это деревня, население, но опять 2507 человек. Не знаю. Четыре улицы ЗАО «Зерное», Самсоновское, Трактовое и Чкалово. В деревне Шаманаево Иркутской области осуществляется эфирное вещание трех аналоговых каналов, двух радиовещательных. Можно подключить максимально 60 каналов кабельного телевидения. Пункты коррективного доступа в интернет отсутствуют. Деревня Шаманаева покрыта мобильной сетью двух операторов. «Мегафон», второй не знаю кто. «Фиксированная телефонная связь представлена 10 компаний. Таксофоны отсутствуют». Что касается деревни Шаманаева. С левой стороны Новогромово. Попробуем новогромов моряки, новогромов, это с левой стороны Новогрово село, население 661 человек, улицы 13 улиц, 3 аналоговых и 2 радиовещательных канала, таксофоны 15 км до города, решил не останавливаться, проехал, но вроде такая цивильная и легковые, и фуры там стоят, и парковка даже, разметка белая, парковка разделена Называется Ушамана Прямо по курсу Черемхова промышленный город Основа 1772 года, город 1917 года, площадь 114 квадратных километров Население 52 647 человек на 12 год Это я по телефону разговариваю с Валентином Я посмотрел уже, там 3 штуки есть, какие-то елочка, букиворк или что-то такое, и еще какое-то, экспресс-закусочное что-ли, что-то такое Мне посоветовали, мне посоветовали попробовать базы О, базы это вещь, это вещь, базы Ну да, я знаю Наподобие монты Товы это entity Да Мне Важно Товы это Но омоль он какой, вареный, жареный или копченый? Вяленый. Ааа, было-было дело. Было-было дело. Продолжение следует... В этом городе родился российский космонавт, герой России, почетный гражданин города Черенкова, Полищук Александр Федорович. Ну как, я всю ночь не ехал, я же останавливался, перебрасывал, но поспал я, конечно, так себе. Первый раз полчасика, потом минут сорок еще. Еще где-то минут сорок. И встал-то поехал. В городе Черемхово драматический театр, дом культуры имени Горького и Горняк, дворец культуры. Имеется Черемховский педагогический колледж, Черемховский медицинский техникум. Сибирская. И я там точно остановлюсь. Покушаю, может быть, если там найду что-нибудь. Посмотрю, где дальнобои останавливаются. Вот. И при прямом машине пасу в этом пару часиков. Нет, нет. Вот оно по трассе будет идти. Вот по трассе. Да побольше. Не могу пока посмотреть интернета. Нет. Ну вот до того, как ты позвонил, минут за пять было 86 километров. Километров 15 я уже точно проехал. Ну, 70. 65 километров. Ну, вот видите, интернета нет. Потому что у него билайн. Да, при чем тут твой телефон? Это же у меня. Я же на трассе нахожусь. Ограничение 70. Ну, так ты дома находишься, в Москве. А то у меня, скорее всего, не было связи. Ну, ладно. Вот такой диалог был короткий по телефону. Вот я общался. Ну, я не поеду до Ангарска. Я остановлюсь в Уссули-Сибирске. Справа, в Уссули-Сибирске, там хорошо, когда проезжал. Село. Село. Девять улиц. Население 635 человек. Это информация о верхнем, верхнем, верхнем Булай. С правой стороны впереди. Впереди с левой стороны Худорожкина. Сейчас почитаем, что о нем. Так, Худорожкина. В Ангарске. Так, впереди с левой стороны Худорожкина. Деревня Худорожкина. 282 человека. 4 улицы. 3 аналоговых канала, 2 радиовещательных. Такая-то информация о деревне Худорожкина. Да, да, да. Я здесь просто проезжаю этот светофор. Реверс. Да. Справа разрыли, все. Ну, идет строительство. Кстати, это подтвердил и Путник 81. Реверс. Не, ну, я могу сказать, что в основном-то дорога довольно-таки хорошая. Можешь. Да. Продолжение следует... 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 Так, продукция. Яйцо, птица, овощи, грибы, жидкое яйцо, колбасная продукция, молочная продукция, биогумус. Имеет награды. Белореченская приза Америка за качество, дважды приз Европы за качество. Призы Серебряный рыцарь, Золотой гермес, Золотой стандарт, лидер российской... Погоди, ты же относительно недавно был в этом, в Ирбовске, нет? Лидер российской экономики и другие. Да, я просто помню, что ты говорил, мне тогда вот, я остановился в Ирбовске. Золотые, серебряные и бронзовые медали за отдельные виды продукции. Ежегодной международной ярмарки Золотая осень. Грам-при и дипломы... Грам-при и дипломы международных, всероссийских и региональных ярмарок. Вот основная такая. Впереди город. Ограничение 60. Это Белореченская. Предупреждает. Так, на этом я, по всей вероятности, остановлю комментарий. Заканчивается серия. Ну и ожидайте 21-ю заключительную серию с финишем в городе Листьянка. Это на берегу Байкала. Как-то получилось все комком. Хочется как можно больше информации сообщить. В общем, как получилось, так получилось. Получилось. Я вот рассказывал про деревни и поселки, которые находятся вблизи. Вблизи. Я столько раз уже через сплажную повернул. Вблизи. Я думаю, если с левой стороны будет какое-нибудь кафе, я завернул. Ну, поворачивал. На заправку. Иначе машин нет, никого нет. Я буду куда-то ехать, не пойми, куда разворачиваться через... Ну все, до следующей серии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok